Наставники на связи 24 на 7. Обучающие встречи проводятся с ребятами каждый месяц. В программе тренинги, мастер-классы, мастер-майнды и общение. Кем они будут, это они решат сами. Главное, чтобы они были. Понимаете, главное, чтобы они показали себя этому миру, чтобы они показали все свои способности, весь свой потенциал, который, может быть, сидит у них внутри, и который они не могут из себя, скажем так, вытащить. Это вторая встреча в рамках годичного проекта. Штатный психолог Центра «Импульс» Лея Сех проводит тренинг-интерактив, посвященный мотивации и конфликтам. Лея учит ребят работать над собой. Рассказывает, как вести себя в конфликтных ситуациях и правильно из них выходить. Гармонично выстроить график работы и отдыха. Искусство маленьких шагов. То есть, что мы можем по чуть-чуть разрешить себе, чуть-чуть расслабиться, чуть-чуть полениться. Чуть, может быть, где-то, чуть-чуть, я имею в виду, не в маленьких дозировках, а я имею в виду, что это должно быть разделено в нашей жизни на какие-то равные части. Арине прийти на проект порекомендовала классная руководительница. Она участвует в «Наставнике» вместе с «Одноклассником». Здесь она ищет мотивацию и развитие. Арина говорит, что организация подобных встреч и помощь людям сама по себе производит сильное впечатление. Это вдохновляет. Меня это вдохновляет. Потому что то, что люди бескорыстно делают что-то просто, чтобы помочь людям, которые чуть моложе, или которые не совсем нашли себя, это достойно уважения, я считаю. Наставники – это сотрудники молодежного центра «Импульс». Они готовы консультировать по телефону, в социальных сетях или лично, когда у участников проекта возникают вопросы. Для самих наставников этот проект тоже способ реализоваться. На самом первом занятии подопечные проанализировали, в какой точке находятся сейчас и куда в итоге должны прийти. Мы подведем итоги, вообще, чему мы сами научились, смогли ли мы помочь ребятам, естественно, их результаты, смогли ли они реализовать ту цель, которую они поставили. После каждой встречи участники получают домашнее задание на умение ставить цели, мотивацию или самопознание. Для кого-то результатом будет создание собственного проекта, для другого – участие в конкурсе. Кто-то пришел сюда, чтобы определиться с профессией. Главное – молодые люди готовы учиться и познавать себя. Александра Дорохина, Денис Корнев, Первый Матищинский.